Всем привет! Меня зовут Тата и у меня меньше часа, чтобы записать это видео, отстроить звук, поставить картинку, настроить свет. И я это все делаю впервые для того, чтобы поделиться с вами изменениями в своей жизни. Как уже можно было догадаться, почему у меня так мало времени? Потому что мой ребенок гуляет сейчас без меня. То есть я сейчас в отпуске по уходу за ребенком. И хочу сказать, что, конечно, ребенок меняет многое. У меня сейчас нулевой доход, нет возможности работать, так как я раньше работала с утра до вечера. Если я захочу даже работать, то мне придется подстраиваться под новые реалии. А это значит искать работу, где бы были согласны на гибкий график или на неполный рабочий день, удаленную работу. Ну, в общем, куча проблем, которых не избежать с появлением ребенка. Я не очень большой любитель заниматься домашним хозяйством. Мне уже очень не терпится что-то начать делать. Ну, давайте будем честными. Доход семьи во время отпуска по уходу за ребенком, ну, очень страдает. Нельзя купить то, чего ты хочешь. Обычно нет денег на какие-то экстра вещи, только на самое необходимое. И эта ситуация мне не нравится. Я хочу тоже ее менять. И в связи с этим я решила выбрать новое для себя направление профессии. Это стилистика. Могу сказать, что уже много лет, работая даже в полный рабочий график, да, фуллтайм программистом, я любое свободное время занимала тем, что смотрела какие-то, например, видео про стилистику. Также я участвовала в разных вебинарах. То есть эта тема меня всегда интересовала. Мало того, оказалось, какое-то количество лет назад я нашла записи со своего первого класса. Мы делали такие самодельные книжечки, то есть мы рисовали, делали картинки и писали, значит, книжечку, да. Кем я хочу стать, когда вырасту, да, какой профессией я хочу заниматься. И там было написано, что я хочу стать моделью. Логика была какая там. Хочу стать моделью. Листаем страничку, там, значит, показ моды. То есть мне нравилась сама идея быть моделью не потому, что себя показать, а потому, что мне хотелось работать с одеждой, мне нравилась красивая одежда. То есть, в принципе, тема меня интересовала давно. Что еще могу сказать? Это творчество, творчество. Это всегда замечательно, всегда хорошо. Всегда то, чего не хватает в нашей жизни. Когда я занимаюсь какими-то скучными вещами, откровенно говоря, закисаю и вяну. Также это фриланс. А фриланс, он подразумевает то, что график будет более-менее гибкий. То есть я могу себе распределять загрузку так, как я в этот момент готова тратить свое время. Например, если у меня есть, условно говоря, первая половина дня в будний день, все, я только с клиентами договариваюсь на это время. Но, естественно, конечно же, возможно будут и скорее все-таки будет случаи, когда, например, нужно будет работать по выходным и по вечерам. Но, тем не менее, я смогу договориться с клиентом о том, в какое именно воскресенье, например, ему и мне это будет удобно сделать. То есть это не будет, как бы на работе меня поставили перед фактом, вот нам нужно доделать это на вчера, ну дедлайн у тебя до сейчас, понимаешь? И ты потом сидишь всю ночь и потом еще ближайшие выходные и работаешь без вариантов. Поэтому, мне кажется, в идеале эта идея более приспосабливаема под текущий образ жизни. Ну и еще один плюс, это, конечно же, то, что доход у меня будет, я надеюсь, больше нуля уже через какое-то время. Хотелось бы, но не факт. Так, что по страхам? Во-первых, ко мне не придут клиенты, вообще где искать клиентов. Во-вторых, я не заработаю достаточное количество денег. Ну, понятно, что денег много никогда не бывает, но хотелось бы все-таки, чтобы мой доход был немного больше, чем вот эти вот самые необходимые покупки и траты, на которые постоянно не хватает. Хотя бы так, на первое время. Потом, я надеюсь, будем развиваться дальше. Но страх то, что я даже до этого уровня не дойду, конечно, есть. Еще один страх, это вдруг у меня реально не получится. Ну, тут как бороться с этим страхом, я даже не знаю. Максимально постараться получить знания в этой сфере для того, чтобы не было вариантов, да, что не получилось. Конечно, могут возникнуть проблемы с клиентами или мне не понравится специфика работы. Ну, никто не застрахован от непредвиденного. Поэтому будем надеяться, что все-таки все у меня выйдет. И похожий страх еще один есть. Это то, что я потрачу деньги, время на обучение, на попытку все это реализовать. Это все не взлетит. Обидно. Но, опять же, страх есть, но стараюсь на нем не концентрироваться. Все-таки пока драйва у меня больше, пока желания у меня больше, чем страха. Поэтому, если ничего не менять, то ничего хорошего точно не произойдет нового. По крайней мере, все будет так, как раньше, а хочется по-новому. Так, что хочется сказать. Во-первых, про мой подход к заработку, как я поступала раньше. Это сначала было обучение, 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 прежде чем я начинала предпринимать шаги для того, чтобы хоть что-то делать. Это, конечно же, неплохо, но это затормаживало процесс заработка. И плюс, постоянное ощущение, что я недостаточно хороша в этом деле, которое я сейчас делаю. Я недостаточно хороша. Мне казалось, что я должна дойти до определенного уровня знаний. И потом, как суперпрофессионал, всем предъявляют, что я такая классная. И теперь пользуйтесь моими знаниями. Сейчас я попытаюсь сделать все наоборот. Я всем откровенно говорю, я начинающий стилист. Я знаю пока, что недостаточно. Если вы верите мне, верите моему вкусу, верите моему желанию, усилиям двигаться в этом направлении, обращайтесь ко мне. Я вам помогу так, как я смогу. Если вам понравится со мной работать, будем идти дальше. Вот такой посыл мне бы хотелось сохранить. И с него я хотела бы начать. Моя идея такова, чтобы начать предпринимать шаги к поиску клиентов уже до того, как я даже пойду на курсы. Для того, чтобы начать работать с клиентами, конечно же, по-хорошему, нужно начать с себя. То есть надо наработать практику вообще. Что такое разбор гардероба. Актуализировать свой гардероб, свои вещи пересмотреть, привести все в порядок. Давайте посмотрим, что из этого получится. Или уже получилось. То есть я сейчас в процессе. Хочу рассказать в первую очередь про свое взаимодействие с гардеробом, которое у меня уже было. По теории Мари Кондо. Или Кондо, как правильно. Исправьте, если я не права. Идея какая? В том, чтобы расхламиться максимально. Все, что самое ненужное, неиспользуемое. То, что не нравится, от всего избавиться. Я уже несколько лет, пару лет так точно, делала постепенный разбор гардероба. Что я делала? Я постоянно пересматривала свой гардероб. И каждый раз, когда я его пересматривала, я избавлялась, избавлялась, избавлялась от некоторых вещей. Какие вещи уходили в отбракованные? Это были вещи, которые в первую очередь мне не нравятся. Те вещи, которые я долгое время не ношу. Которые уже откровенно испорчены. Которые уже не очень актуальны. С точки зрения современной одежды. Если вещи не подходят по размеру. Собственно, кстати, вот по поводу размера. Я какое-то время назад была беременна. И несколько раз перебирала гардероб в связи с этим. То есть, сначала я поправлялась. И мне нужно было понять, какие вещи лишние сейчас на сейчас. Я их отложила в сторону. Отнесла к маме. И они там полежали. И потом, собственно, когда я родила и уменьшилась в размере. Я вернула те вещи. Избавилась от более крупных, скажем, вещей. Или, например, ну если это оверсайд, заставила в своем гардеробе. То есть, я несколько раз пересмотрела еще их в связи с изменением размера. Давайте мы с вами пойдем. И я вам покажу, как у меня сейчас все устроено в шкафу. У меня двухстворчатый шкаф. И вот в этой части, в левой, находятся мои вещи. В правой части находятся вещи моего мужа. Вот она моя часть. Вот верхние полки. Там у нас какие-то подушки лежат. Вот видите, две полки практически свободны. Здесь у меня лежат пижамки. Там кепка, шляпка, косыночки. Тут у меня, знаете, такая юбка. Пачка. Она, скажем, не очень нужна. Но иногда для костюма там куда-то. Я ее сверху надеваю, там на хэловую, на таком духе. Здесь у меня блузки. Вот такая блузка. Джинсовая рубашка. Большая рубашка. И пиджак. Это мои верха. Здесь у меня лежит пледик. Для путешествий. Подушка под голову. На глаза. Маска. Здесь у меня лежат атрибуты для другого туризма. Здесь перчатки. Ну, знаете, там горы ходить или еще что-то такое. Дождевики. Здесь у меня лежат свитера. Они у меня все скручены в валики. И таким образом я всегда вижу, где у меня какой свитер. Дальше. Здесь у меня находятся, ну, легкие верха, да. То есть это всякие футболки, майки. Какие там. Вот, например, у меня вышиванка здесь лежит. Видите? Собственно, вот так складываю валик и кладу. И потом легко можно будет, ну, неаккуратно сложила. И потом легко можно будет брать. Также здесь у меня лежат немнущиеся низы. Сейчас одни кюлоты здесь лежат. Есть еще штаны для путешествий. Тоже я их сюда кладу. То есть мягкие низы. Два выдвижных ящика. Здесь у меня белье. А здесь у меня носки, купальник, майки. Это стопка со штанами. Плотные штаны. Белые джинсы, синие джинсы. Такие штаны, сякие штаны. Вот. Здесь у меня полка с толстовками, с витшотами. С такими более плотными. И нижняя полка у меня вся эта домашняя одежда. Собственно, тут у меня платьюшки мои. Платьюшки на выход, которые можно носить. И там же есть... А, вот еще юбки. Юбки. Платьюшки красивые на выход. И еще платьюшки, ну такие домашние, назовем так. На дачу поехать такое. Все. Это все мои вещи. Та-да-дам. Та-дам. Как видите, осталось немного после нескольких расхламлений. Итак, я вам показала, как организованы мои вещи. В каком порядке они лежат. Как много их осталось. То есть, результат расхламления. Расхламление, это, конечно же, замечательно. Всем рекомендую почитать, как это делать. Напоминаю, Мари Кондо. Но теперь очень важно приступить к пересмотру своего гардероба уже с точки зрения стилиста. Что я решила сделать? Во-первых, мне нужно было найти стилиста, который согласится просмотреть мои вещи онлайн. Потому что я все-таки нацелена на большей степени работу в онлайне. Нужен был недорогой стилист, потому что, знаете ли, в отпуске по уходу за ребенком как-то денег нет. Будем откровенны. Ну и вдруг не понравится тоже, чтобы это не была пустая отрата денег. Вот. И желательно, чтобы у меня была возможность с ним, если что, увидеться вживую. То есть, на территории города, где я живу. Привет, я из Харькова. С этой целью я подписалась на всех стилистов, которых я нашла, относящихся к территории Харькова. И плюс, даже не просто на всех стилистов, а на тех стилистов, которые мне импонировали. То есть, мне нравились their personalities, их личности. Мне нравились их личности, мне более-менее импонировало то, как они одеваются, как ведут себя в соцсетях. То есть, я по этому критерию подобрала себе нескольких стилистов. Вот я за ними мониторила, мониторила какое-то время. И потом бах! И если вы погуглите, и у вас будет желание и время, есть такая стилист Николь Анипко, которая живет на территории Харькова и проводит раз в какое-то время марафон детокс-гардероба. И я решила поучаствовать в этом детоксе-гардероба. И про свой опыт разбора гардероба онлайн и взаимодействия со стилистом я уже вам расскажу в следующем видео. А пока, если вам было интересно, моя мотивация, мои текущие успехи, прошу подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, как у вас с расхламлением, доходят ли до него руки. Всем спасибо! Пока!